Здарова, друзья! Сегодня будем открывать золотое оружие в каждой новой катке. Ну, скорее всего, на балансе у нас есть 10 миллионов, и эти 10 миллионов, конечно же, либо все, либо почти все мы с вами потратим на золотые пушки, ну или точнее, на золотой ящик, в котором есть золотые пушки, но они нам могут не выпасть, как это, например, было в прошлый раз, когда нам выпала только лишь одна, лишь М-ка. Давайте снимем с неё обвес, я думаю, что-то похожее нам может выпасть, поэтому обвесы мы с вами натянем на что-то новенькое. Ну и погнали крутить! Не забывайте влепить лайкосик, поставить подписку, естественно. Ну, также наш телеграм, там проходит розыгрыш на 50 тысяч юси, поэтому просто залетаю, участвую. Ну и другие розыгрыши тоже частенько проходят, поэтому самое то. Просто полетели, давайте пробуем свою мега крутейшую удачу на обычном ящике. Выпадает ремешочек, и полетели. АМР Кобра. Окей, выпала АМР Кобра, без проблем играем. У меня тут сразу же на 8Х такая же была, почему-то в этом сезоне они падают. Причём даже продавал. Ну и для этого нам всего лишь нужно купить патроны для АМР. Я думаю на одну катку, потому что, ну, дважды АМР выпадет вряд ли. Но очень, ну, такой нормальный плюс, потому что она стоит хотя бы дорого. То есть вот, ну, хотя бы что-то. Хоть какую-то ценность она с этого ящика отбивает. Если покупать отдельно, она стоит сколько? Два миллиона, по-моему, ровно-ровно. А если ты выбил с ящика за миллион шестьсот, то получается, ну, вроде выгодно. Или там он миллион восемьсот, короче, ладно, неважно. Просто полетели, пятая карта и соло-режим. Надеюсь, что кого-нибудь ваншотнем. По крайней мере, на это очень надеюсь. Не знаешь, где закупить UC, или хочешь найти, где подешевле, у меня для тебя есть отличный вариант. Это сайт FunPay. Регистрация здесь проходит всего лишь в пару кликов. Покупки безопасны, а цены даже ниже, чем в игровых магазинах. И если ты хочешь задонатить в PUBG на новую рулетку, или на новый кейс, или еще на что покруче, то тебе только сюда, с самыми низкими ценами. Этот сайт работает уже с 2015 года, и на нем вы сможете не только купить что-то, но и продать что-то свое. Залетайте по ссылке в описании. Покупай и продавай. Ну что ж, начинаем с самого интересного. У нас вот, как бы, должен быть человек рядом. Правда, за мной пошел бот. Так, мега интересный момент. Есть ли человек? Ваншот! Хотя так-то, я сделал сейчас такой, знаете, ну, относительно рискованный момент. Да уж. В смысле промазал? Пипец, сколько я денег слил, друзья. Это жесть. Сидел челик, значит, у него был шестой шлем, но при этом не было брони. Ну, может, какая-то была, но, скорее всего, ну, слишком дешевая. Я стрельнул в голову, прикиньте, в голову мог не ваншотнуть, а вот в тело, ну, сто процентов бы ваншотнул. Так что, ну, как говорится, моментик был такой, прям, ну, серьезный. Взял на себя, как говорится, всю ответственность. На, туда его. Ну, как-то вот получается, не знаю как, но что-то все голые бегают. Но на этом, видимо, не кончается наш файт. Кто-то решил сыграть дальше. Ну, блин, это интересно. Но минус два мы уже дали, как бы. КДшка два уже неплохо. Вопрос, да, вот, ну, реально, вот, мне кажется, у вас тоже должен возникнуть был этот вопрос. Карта пятая. А почему все голые? То есть, это уже третий голый чел, которого мы встречаем. Ну, и удивительно, что эти ребята ходят в шестых шлемах. Ну, и жалко, что, конечно, эти шлема с них не падают. Чуть не попался, чуть не попался. Как я ему попал в голову, я не знаю, просто, друзья, я не знаю, но попал. Просто, понимаете, тот самый факт того, что просто попал от бедра в голову, но не ваншотнуло. Вы видели. Такого не было. Не понял, что там произошло. Так, ну, давайте ткань положим. Ну, например, самое интересное, хотелось бы увидеть человека. Он там есть, но что-то пока не слишком уши активничает. А вот у нас на PowerPlanet тоже были люди. Так, ну окей, пойдем тогда на школу, наверное. Я так думаю. Самое интересное и прикольное то, что у нас здесь есть выход. То есть, как, ну, сами понимаете. Ну, этот, видимо, не самый глупый, да? Ну, это просто. Ну, это просто. Интересно, ему было больно или нет Ладно, он мне попал, по-моему, по голове Я попал ему по телу Хорошо К тому же, к сожалению, сняли То есть две головы суммарно нам Залетело, блин, обидно Обидно Хотя, так-то я мог, на самом деле, попасть, но Чё-то сделал какую-то фигню 1600, ну, точнее, миллион 600 Выпадает Ханни Бэдгер, вышка, доработана резко Плюс облегчённый Магазин В целом, это так-то неплохо Ну, как бы прикольно И быстрее пуля летит, и быстрее перезарядка То есть мы с ней Ну, как бы будем, знаете, довольно быстрыми Вот всё, что могу пока сказать Ну, мне тупо стало его не видно Ну, так не честно Ну, у него так-то выбор был небольшой Ну, если быть честным, да Я не знаю, куда он мог пойти Вот прям честно Он просто исчез, видимо, убежал туда вперёд Но у меня больше других идей нет Ну, или же просто он хорошо крысит Да, например, как этот чел Ну, хотя Ну, как-то он нехорошо крысил, да Ну да, по факту Но это был не он, ведь Это был не он Потому что у него были пятёрки И семёрок у него просто не было А тот чел, как минимум, стрелялся с ЛРки Блин, и теперь где людей искать? Ну, золотая Хани Бэтгер, конечно, прикольно Чувствуется такая скорость То есть, быстрая перезарядка Быстрый полёт пули Это заметно Это прикольно Конечно, не прям, чтобы имбово, да Но чувствуется, что Можно как-то делать всё быстрее Но иногда, наверное, это спасает Потому что ты не тормозишь А сразу же действуешь Но, по-моему, никто особо не лутался, да Так, бот сверху дёрнулся Миссию купили Но ты игрок Блин, да серьёзно? Ну, реально, тут не повезло Ещё и сняли всё Блин, прикиньте, броня Шлем и броня-рюкзак Ну, прям выпало нормально Слушайте, прям нормально Обидно в том То, что Ну, как так вышло Что вот именно у него последняя пуля По-моему, последняя Залетела по голове Может, я, конечно, плохо считал Но Это такое вот своеобразное везение То есть, моей задачей было Сначала разбайсить его на пуле Что я, как бы, и сделал Ну, а потом уже У меня, естественно, обойма больше Я патроны не тратил Но при этом Наносил постепенно ему урон Мне оставалось реально Только выйти И нормально зажать Но Как назло Я был готов вылететь И мне попала голова Которая, в принципе Меня забрала просто Вот, ну, легко Это понятно Ну, такое бывает Блин, чё сделаешь? Ничего не сделаешь Так, вообще какая-то Мусорка упала Да и, блин, и это Вообще Мне вот реально Каждое открытие Мне кажется Падает и кубазетка Там, и слрка Постоянно Каждый раз Будто бы, вот, знаете Одно и то же То есть Вот это вот всегда Постоянно падает Отыграем от Поверплента Бот, бот Нужен чел Бежим к челу Постоянно падает Если бы он не побежал, мне кажется, вот буквально с любой одной пули он мог меня забрать. Брат, у тебя пушка была намного лучше. Ну, серьезно. Это на самом деле факт. Есть ощущение того, что мы с вами как бы якобы типа фармим... Нормально. Он мне попал только один раз в голову, друзья. Только один раз в голову. И больше ничего. Но тоже неплохо, тоже неплохо. Набугал. Идеально. Просто идеально, друзья. Красота. Так, где у нас выход? Выход так-то там на треугольнике где-то. Лишь бы сейчас не закрысили. Как я понял, СКС и МКшка это два человека. Кто-то еще идет. Зацепил, думаю. Блин, он вылечился уже. Ну-ок. Э, на свой молик наступил. Жестко. Жестко. Блин, там были большие аптечки. Вот их, конечно, надо было бы взять. Потому что они, блин, ну реально как будто решают. Да, они там долги, но... Они по факту работают. Не, но есть ощущение, что он прям реально крысит. А, нет, вот выбежал. Ну-ок. Ну, я не знал, какой он броня, да. Но сойдет. Я, конечно, думал, он фулл шесть, типа там какой-нибудь будет, знаете. Прям серьезный тип, но оказалось, что он... почти голый. Офигеть, блин, у нас просто ничего не лезет. Как вот до такого докатились. Смотрите просто, сколько тканей. Сковородка три тычки. Кстати, с ножа тоже. Да и в классике как бы, ну, это тоже так работает. Ну, кто вдруг не знал. Так, я думаю, что как-то так. Наверное. Хотя, можно вот это выкинуть и взять это. Окей, выход рядом. Тут вертолет, тут два вертолета. А, погоди. Один просто выход, да, иду. Я уж подумал, там два вертолета. Да ну, чел, ну уйди отсюда. Ну, что ты тут делаешь? Почему не выпала гранат? Я вообще этим недоволен. Благо, что он голый был. Ну, по факту. Это даже какой-то штурмовик, типа, знаете. Скорее всего. Я, конечно, не уверен, но скорее всего. И надеюсь, что никто сейчас сюда не придет. Но мне не обязательно выходить прямо на вертолете. Здесь как бы и так есть выход. На вертолете опасней, все же. А, то есть я не могу выходить сразу на двух выходах. Блин. Ээээ, это... Чего вы видите? Это баг. Это мы просто баг нашли. Это, ну... Конечно, фигня, окей. Он работает, типа. Но при этом просто этот баг, который показывает тебе что-то. Ну, типа, фигня. Но, блин, все равно баг. В любом случае. Ну, что ж. Видимо, мы с вами победили. И нужно сыграть, наверное, последний заключительный матч. И давайте попробуем выбить что-то получше. Вот сейчас прям возьмем все наши миллионы. И откроем, ну, два ящика всего лишь. Один СКС. Ну, вообще, дичь. Второй, это пулемет Кобра. Ну, давайте сходим с пулеметом Коброй. СКС, все понятно. Мы, по-моему, даже в прошлый раз играли с ней. Или позапрошли. Ну, короче, играли. Так, нам нужна такая тема. И все. Ну, да. И теперь много патронов еще. Конечно же. Потому что пулемет дело такое. Ну, я думаю, надо как-то сделать, типа... Наверное, вот так. Я не знаю, сколько мы с вами с ним продержимся. Но мне кажется, что недолго. Потому что пулемет, вы сами понимаете... Особенно Кобра не лучшее оружие. Может, что-то и может, но... Трудновато. Полетели? Просто полетели. Но в этот раз нам выпало как бы... Как и в прошлый. Ну, особо ничего. Если мы с вами продержимся меньше двух минут, я думаю, ну, можно будет переиграть. Ай, бот, ты чё? Вот здесь бывает челик, но сейчас его, видимо... Ну, пока что нет. Короче, везде люди со всех сторон к нам, видимо, сейчас пойдут. Урон, друзья, ну, ужасный. Не обвиняйте меня. Это просто был мега хитрый маневр. Мне нужно услышать от него любой шаг. Не верю, блин, друзья, не верю. А как? Вот здесь ящик открыт, вы понимаете? И вообще, когда пулемёт как бы... У нас пофиксит, я чё-то не понимаю. Вообще, хотелось бы, на самом деле, видеть пулемёт как в классике. Было бы здорово. Может ли он сидеть наверху вообще, интересно? Или на вышке? Конечно, может быть, его и забрали. Но вопрос, кто и как, и когда? Короче, окей, подозрительно. Там ещё есть вор, но на вора, я думаю, не пойду. Тоже, мне кажется, какая-то ловушка, типа, знаете. Там, ну, были выстрелы, там было много выстрелов. Я вот не верю, что кто-то там ушёл туда. Ну, и при этом просто не забрал его. Ну, и типа пошёл в радиацию. Конечно, может быть, но... Чё-то какая-то вероятность очень большая того, что кто-то там может сидеть. А чё, как это, по урону-то всё на самом деле плохо, ну? Не, ну, вы прям видели, сколько я ему попал по факту? Ну, реально очень много. Там две головы, сколько раз в тело залетело. Пойдём, наверное, тогда в сторону выхода. Ну, честно, я не хочу оставаться с этой пушкой здесь. У неё, конечно, много патрона, это какой-то плюс, но... Это единственный плюс, который есть. Причём, у которого есть сразу же свой минус. Долгая перезарядка. Но пулемёт в классике у нас немножко другой. Ну, и там он просто перезаряжается быстрее, и патрон как бы там, по-моему, 150. Потому что есть обойма. Понимаете, обойма есть, и всё. Она здесь вообще, наверное, сделала бы пулемёт каким-нибудь... Ну, сильным. По крайней мере, урону он был бы слабым. Но при этом патрон много, вообще всего много. Причём. Продолжение следует... Ха, запредиктил, запредиктил. Я тоже лег. Попался, друзья, попался. Долго мы с вами его, конечно, мучили. Надеюсь, что это того стоило, потому что здесь вот прям, ну, я вижу, много всего было. Так, ну, пока что хаешки. Ну, хаешки тоже нужны. Мы потом с вами мега круто очень будем экономить баланс. Да и вообще как бы все нужно. Смотрите, сколько он тут налутал. О, да, друзья, о, да. Вот это то, что нам было как раз-таки сегодня и нужно. Мы с вами вот так вот все выкидываем, да, прям спокойно. Потому что это нам явно уже не пригодится. И пытаемся забрать. Ну, сколько сможем. Все, я думаю, мы не сможем забрать. Скорее всего. Хотя, может быть, и сможем. Блин, реально, кстати, жалко, что нет рюкзака шестого, блин. И каких хотя бы-нибудь подсумков бы. Так, с места. Ну как? А вот, кстати. Вот такой сойдет. Ну, можно типа сделать вот так. Я, наверное, заберу ремни. Вот они нам по-любому пригодятся. Ну и так, немножко разрывных. Они тоже как бы балик экономят. Но я думаю, нужно все же научиться их кидать. Прямо нормально. Потому что если бы я просто раскидал нормально, то, может быть, и... Мне пришлось бы с ним стреляться. Хотя там так-то, ну, позиции хорошие. Кинуть туда, ну, почти нереально. Выходим. Три брони, два рюкзака, МКшка, кстати, что... Очень круто просто. МКшка это просто бомба. Тканей, конечно, немного, но... У меня их хватает. Пока что. А вот ремней, ну, с ними бывает прям кризис. Друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не болейте. И до завтра в новом видео. На удивление, с пулеметом мы смогли отыграть. Как? Я не знаю. Просто, ну, смогли. Тяжело, да, согласен. Но, видимо, повезло. Особенно вот эти вот залетки по голове. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok